Итак, рад вас приветствовать в учебном центре при МГТУ имени Баумана «Специалист». Меня зовут Капни Андрей Александрович. Будем начинать с вами занятия по теме «Что же важнее в работе? Мыслить или чувствовать?». Немножко расскажу о себе. Как я уже сказал, зовут меня Капни Андрей Александрович. Я сертифицированный бизнес-тренер, педагог-психолог, практикующий коуч. Автор тренингов по целеполаганию, борьбе со страхами, командообразованию, планированию, мотивации, ну и, конечно же, эмоциональному интеллекту, который мы сегодня с вами затронем. Вместе с тем я практик, практический опыт публичных выступлений и переговоров у меня порядка 10 лет. Сам по себе я закончил МГТУ имени Баумана технар-технарем, такой прям серьезный-серьезный технарь. Факультет робототехники. Вместе с тем я понял после ВУЗа, что, к сожалению, тех знаний, которые я получил, для плодотворной работы, в принципе, не хватает. Не хватает знаний о коммуникации, о работе в команде. И это очень важные вещи, которые пригодятся, которые будут нужны для дальнейшего развития. После ВУЗа сразу же я пошел работать продавцом, достаточно быстро дорос до заместителя управляющего. Затем через год стал работать начальником отдела обучения крупной международной компании. Ну и, как следствие, вот этот опыт публичных выступлений и переговоров я наработал достаточно быстро. Итак, что же мы сегодня с вами будем рассматривать? Присоединяйтесь, пожалуйста, садитесь. Задачи на сегодняшнее занятие. Что нам же нужно разобрать? Первое. Как ясно из-за темы самого занятия, мы будем разбираться с эмоциями и мыслями. Для начала мы узнаем, что это такое, где же они рождаются. Затем мы разберемся с такими понятиями, как эмоциональный интеллект и сам по себе интеллект. Потому что многие в этих понятиях путаются, они всегда на слуху. Но в целом есть какие-то вопросы, мы с ними разберемся. Ну и, конечно же, я в конце вам дам небольшой практикум, упражнение для развития своего эмоционального интеллекта. Итак, разберемся с вами с тем, что происходит у нас в голове. Ну, наверняка вы все знаете, что в голове у нас есть головной мозг. Не мне вам рассказывать. И головной мозг – это один из самых интересных органов, которые существуют у нас в теле. Многие скажут, что там есть еще сердце, без которого мы не сможем жить, легкие желудки. Да, естественно. Но именно мозг, его строение делает нас теми, кто мы есть, людьми. И картинка, которая у вас здесь есть на экране, она позволяет понять нам, что же происходит в мозге, что же происходит у нас в голове. Сразу вам расскажу по самой картинке, чтобы вы видели. То, что изображено розовым цветом – это спиной мозг. Мы его, в принципе, разбирать не будем. Он никакого отношения к нашему головному. Помимо того, что он соединяет наше тело очень надежно с головным мозгом, особо не имеет. То есть он не участвует в нашей мыслительной деятельности, в чувствах, эмоциях он там не участвует. Итак, на самом деле кажется, что мозг, он такой вот в один большой орган. И как-то делить его на части. Обычно говорят левое полушарие, правое полушарие. Это достаточно у всех на слуху. Вместе с тем мозг можно разделить на три части и назвать их отдельными мозгами. Или мозгами, кому как удобнее. С точки зрения русского языка, конечно же, мозгами. Самый-самый-самый древний мозг, самая древняя часть, которая у нас существует, называется рептильный мозг. Ну, в принципе, как понятно из названия, первым он появился у рептилий. Порядка 250 миллионов лет назад. И если говорить, ну вот ящерка, черепаха, у них есть только вот такой вот небольшой кусочек мозга. Этот мозг, он на практически все поступающие раздражители извне дает только три реакции. Первая реакция – это бей. Вторая реакция – беги. Третья реакция – замри. Самый простой пример, который здесь можно привести, это ящерки. Наверняка видели ящерок, которые, если к ним подходишь, они вот как-то так замирают. И думают, что мы их не видим, не притронемся к ним. Подходишь, 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 они замирают. И как только мы пытаемся их схватить, они очень быстро убегают. Ну, если мы очень быстро сможем их как-то поймать, скорее всего, хвост у нас останется в руке, а сама ящерка убежит. Если мы берем ящерицу покрупнее, у них уже появляется третий вариант, они нас могут укусить. То есть, три варианта, а есть развитие событий. Ящерица не сможет с нами ни поговорить, ни проявить какие-то эмоции. То есть, только три варианта развития событий. Для чего я вам это рассказываю? Чтобы вы поняли структуру мозга и чтобы вы поняли, как человек реагирует в различных ситуациях. Если мы говорим про нашу реакцию на страх, мы иногда ведем себя как ящерки. Простите за такое сравнение. Но оно имеет место быть. Когда нам очень-очень-очень страшно. Знаете, бывает ощущение, что мозг практически полностью отключается. И мы ничего вообще не соображаем. Соответственно, у нас появляется только три возможных события. Это бей, беги или возомри. Если мы говорим про выученные поведения у людей, зачастую у спортсменов, у тех, кто занимается боевыми единоборствами, бегом, у них есть выученные какие-то реакции. Боевые единоборства зачастую в сводке новостей пестрят тем, что произошел очередной конфликт с человеком, который занимается либо борьбой, либо восточными единоборствами. Ну, просто у них есть определенная реакция, и на стресс они реагируют выученным образом. Бьют. Те, у кого есть реакция убегать, они убегают. Есть люди, у которых с детства реакция замереть. Соответственно, они замирают. Все достаточно просто. Второй мозг, который у нас образовался в голове по последовательности, он называется, если по ученому, это лимбический мозг. Можно также называть его эмоциональным. Если вы посмотрите на картинку, там написано, что он отвечает за эмоции и чувства. Вот этот мозг, он есть уже у кошек, собак, у тех же дельфинов, про которые мы очень часто вспоминаем, как одни из самых умных животных. Он у них тоже есть. То есть, все животные домашние, у них есть вот этот эмоциональный мозг. Он отвечает за проявление эмоций и чувств. И тут достаточно вспомнить наши домашние животные, кошек, собак. В принципе, они могут проявлять ласку, могут проявлять агрессию. И все это достаточно такое пластичное, все это меняется. То есть, эмоциональный мозг, он тоже очень важен. И вот это вот все у нас уже есть в голове. Третий мозг, который появился не так давно, буквально 2 миллиона лет назад начал появляться, это неокортекс. Иначе говоря, это кора полушарий. Вот если вы вспомните мозг, он может быть такое грубое сравнение, но похож на грецкий орех снаружи. И вот этот грецкий орех, вот эта вот оболочка, это и есть кора полушарий неокортекс. Совсем, грубо говоря, мы им думаем. Я прошу прощения, я сделаю небольшую паузу. Коллеги, у кого включен микрофон, выключите, пожалуйста. Там есть кнопочка «Выключить микрофон». Я просто слышу, как вы нажимаете что-то. Ага, спасибо вам большое. Возвращаемся к неокортексу. Многие думают, что вот эта вот часть, она есть только у людей. На самом деле нет. То есть те же самые дельфины, те же самые обезьяны, у них тоже есть неокортекс. Но просто он не настолько развит. Понятно, что если мы посмотрим ролики про обезьян, многие из них научились использовать инструменты. Это один из критериев того, что человек стал человеком, когда стал использовать инструменты. Соответственно, обезьяны тоже могут использовать инструменты, просто они не настолько развили в себе вот этот вот неокортекс. Итак, к чему я вам все это говорю? Чтобы вы поняли структуру самого мозга и то, что происходит у нас в голове. Если вы посмотрите на картинку, то напрямую неокортекс кора полушарий, она не связана с рептильным мозгом. То есть напрямую сказать себе «не бойся». И вот так вот, знаете, щелкнул пальцами и перестал бояться. Так не работает. К сожалению, так не работает у нас в жизни. То есть для того, чтобы разобраться с чувством страха, с какими-то другими инстинктами, нам приходится действовать немножко опосредованно. Поскольку все идет по порядку, мы должны воздействовать на эмоции. То есть за страхом идет определенное эмоциональное состояние. Мы знаем, что мы начинаем тревожиться, у нас в теле появляются определенные ощущения. Вот те же самые мурашки идут, руки становятся очень холодными. Иногда вот такие вот ощущения от страха. Соответственно, мы можем на это влиять через тело, можем влиять через эмоции. Напрямую, к сожалению, мы не сможем повлиять на наши инстинкты. Но здесь есть очень хороший момент, который стоит отметить. Состоит он в том, что на наши эмоции мы влиять можем. Понятное дело, что не всегда это происходит мгновенно. То есть сказать себе «не грусти» или «обрадуйся». Можно сказать, вместе с тем не всегда это работает прямо сразу. То есть если со страхом это вообще не работает, к сожалению. С эмоциями это работает, но требует определенной практики. В принципе, можно сказать, что если у человека каким-то образом травмирована эмоциональная часть, то человек остается, простите за такое сравнение, каким-то инвалидом, потому что у него отсутствует часть мозга, и он может осуществлять деятельность только мыслительную. То есть мыслить он может, инстинкты остаются, а эмоций нет. К сожалению, вот такие люди встречаются, либо они не развили в себе эти состояния, то есть проявлять эмоции они не могут. К сожалению, такие люди зачастую сидят дома за компьютерами, либо, как наш один из известных очень математиков, если я ничего не путаю, его зовут Перельман. Он очень-очень-очень умный человек, один из самых умных людей на свете. Вместе с тем он выбрал путь именно интеллекта. То есть человек вполне прекрасно себя чувствует. Это я не к тому, что нужно как-то осудить его, что-то с ним сделать. Человек получил Нобелевскую премию, вполне себе счастлив, и не нам его критиковать, нам бы дорасти до него еще в какой-то степени. Это просто как примером, что существуют и такие люди. Вместе с тем существуют люди, у которых сама по себе мыслительная деятельность не слишком развита. Ну, давайте будем честны, мы с ними иногда сталкиваемся, когда перемещаемся по городу. Вместе с тем у них очень-очень хорошо развито воздействие на эмоциональное состояние. То есть они очень хорошо проявляют эмоции, они могут с кем-то подружиться, войти в контакт. Зачастую это очень хорошие продавцы. Вот если мы приходим в магазин, актеры, да, то есть люди, которые, в принципе, мы их не оцениваем с точки зрения какого-то интеллекта. То есть нам социологи? Социологи, в принципе, да, социологи. То есть люди, которые, в принципе, мы их не оцениваем с точки зрения именно интеллекта, то есть как они решают задачи, они выполняют несколько другие функции. То есть мы их принимаем как носители эмоций. Соответственно, любые из этих мозгов, они нужны. Я уж не говорю про рептильный мозг, потому что человек, у которого он поврежден, в принципе, не ощущает ни страха, и, скорее всего, жить ему в нашем обществе будет очень сложно, потому что, да, то есть, существуют определенные механизмы, которые нас берегут, то есть, тот же страх, он позволяет нам, вместе с тем, что он нас тормозит в каких-то ситуациях, он позволяет нам выжить, потому что человек без страха, он спокойно шагнет куда-нибудь с рельса на путь к поезду, потому что он не ощущает страха. Ну, простите, у всего есть свои ограничения, то есть, страх дает как нам плюсы, так и минусы. Наша задача научиться с ним взаимодействовать. Следующий слайд, он достаточно хорошо показывает, что у нас происходит в голове, ну, вот рептильный мозг, мозг млекопитающих или эмоциональный мозг и мозг приматов, неокортекс. Вот то, что у нас происходит в голове, более такой наглядной картинкой, здесь вы сможете увидеть. Итак, переходим к следующей теме, которую я хотела озвучить. Потом, кому нужно будет, запись будет предоставлена, самой презентации, естественно. И сейчас я хотел бы начать рассказ об коэффициенте интеллекта, самого по себе. То есть, очень известный термин IQ. Очень много тестов существует в интернете. Пройди и узнай, какой у тебя IQ, на какого из ученых ты похож и так далее, и так далее, и так далее. Очень-очень много разных тестов. Вы, в принципе, с легкостью найдете их в интернете. Для начала хотел бы сказать следующее, что достаточно давно ведется исследование интеллекта у людей. И большинство тестов на IQ, про которые я говорил, они основаны на измерении двух типов интеллекта, так называемого гибкого и кристаллизованного. Эти понятия были введены в психологию в 1971 году Реймондом Кэттеллом. Гибкий интеллект обозначает способность находить решения каких-то новых, зачастую неожиданных задач. Можно сказать, что креативных. Кристаллический отвечает за умение использовать уже имеющиеся знания и опыт. То есть, то, что мы накопили, мы можем благодаря этому использовать. Достаточно простая аналогия. Если мы вспомним строение компьютера, у нас там есть несколько типов запоминающих устройств. То есть, есть жесткий диск, на который пишется вся информация, фильмы, музыка. Все файлы у нас лежат вот там. А есть так называемая оперативная память, куда сохраняются временные файлы, которые каким-то образом используются системой. Если приводить аналогию человеку, то все наши воспоминания, какие-то знания, они хранятся вот в этой кристаллизованной памяти, кристаллизованном интеллекте. Гибкий интеллект отвечает за то, что мы запоминаем список покупок на вечер. Допустим, мы запоминаем какой-нибудь номер. Вот, допустим, я залез в интернет, вбил центр специалистов, и чтобы мне туда позвонить, ну, сейчас, понятно, технологии достаточно хорошо развились, мы можем просто скопировать. Вот, раньше нужно было либо как-то запоминать номера, запоминать номера, простите, я как бы говорился, запоминать номера. Либо, допустим, вот как мы поступали, когда не было ни интернета, ни каких-то записных книжек, то есть нужно было запомнить маме номер, чтобы ей позвонить. Приходилось учить. Соответственно, мы из гибкого интеллекта переносили все это в кристаллизованный. А в гибком находится сейчас, когда нам нужно просто перенести информацию из интернета в телефон, мы тут же забудем этот номер. Большинство номеров я сейчас не помню. Я помню, в принципе, свой и телефон родителей. Все, остальные телефоны, в принципе, лежат в моей трубке в смартфоне, ну, и, в принципе, рабочим. Да, рабочий телефон тоже это хорошо, действительно, надо будет запомнить. Ну, при наших условиях, в принципе, все больше и больше информации мы перекладываем на устройство. Тем не менее, возвращаясь к коэффициенту интеллекта, можно сказать следующее, что проводились определенные исследования, можно ли развить коэффициент интеллекта. Достаточно долго существовало мнение, что коэффициент интеллекта – это что-то вот человек родился, вырос, и у него остался интеллект, как он, собственно, был запрограммирован при рождении, как он развил все. То есть, каких-то специальных исследований не проводилось. Вот провелось исследование, что можно действительно развить свой интеллект, то есть повысить коэффициент интеллекта. Как все это делалось? Ученые собрали четыре группы добровольцев и тренировали их кратковременную память, то есть гибкий интеллект, с помощью специальных упражнений. Группы испытуемых тренировались по полчаса в день, достаточно небольшое количество времени тратили, в течение 8, 12, 17 и 19 дней. Для каждого из таких периодов исследователи проверяли изменения в том самом гибком интеллекте участников. Они сравнивались с результатами контрольной группы, естественно, которая всегда существует в хороших исследованиях, чтобы убедиться, что у них действительно повышается уровень интеллекта, а не только умение проходить тесты. Потому что мы научились проходить тесты, вы забрели ответы, замечательно. На самом деле действительно необходимо для этого случая сравнение с контрольной группой. Итого, результаты показали, что, хотя у контрольной группы тоже увеличились показатели гибкого интеллекта, это оказалось связано с тем, что они многократно проходили одни и те же тесты, ну и просто, в принципе, поделиться в смысл. Можно сказать, что вы забрели ответы, как вот сейчас у нас многие школьники проходят какие-то варианты по ЕГЭ, они решают, 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 и какой-то им попался, ура, запомнили. То есть произошло вот это. Группы, которые проводили в сравнении с контрольной, в них действительно вырос уровень гибкого интеллекта. То есть мы делаем вывод о том, что сам по себе коэффициент интеллекта может быть увеличен. То есть мы можем развивать свой мозг. Он может развиваться, и мы можем становиться умнее, если можно связать коэффициент интеллекта с умом. В принципе, в русском языке есть очень хорошее слово. Оно звучит как разум. То есть я бы сказал, что показатель такого человека эрудированного умного, который характеризуется этим коэффициентом IQ, это скорее разум, потому что ум немножко по-другому. То есть тут скорее разум. И вообще зачем может человеку пригодиться высокий уровень интеллекта? Ну, естественно, это успехи в учебе. То есть чем умнее человек, тем он усерднее трудится. Есть определенные исследования, которые говорят, что чем выше IQ, тем лучше человек учится в той же школе. Да, вот как раз таки навыки. К навыкам мы еще перейдем. Это именно про учебу. То есть если мы говорим про математику, то же самое, то гораздо проще схватывать. Да, да, да. Второе. Это успехи в научной деятельности. Ну, естественно, вот тот самый Перельман, те видные ученые, о которых мы говорили, у них у всех очень высокий уровень IQ. То есть можно залезть в любую энциклопедию, и в ту же Википедию, вы сразу увидите, что там большинство ученых, которые получили Нобелевскую премию, у них один из самых высоких уровней коэффициента интеллекта. То есть напрямую связано. Да, то есть это напрямую связано. Ну, и опять-таки это определенная такая вот статистика, которая идет из года в год. Третье, что дает высокий уровень коэффициента интеллекта, это больше глобальное. То есть если мы говорим про страну, то страны, в которых средний уровень коэффициента интеллекта высокий, там наблюдается достаточно низкий уровень правонарушений. Ну, то есть проводили определенные исследования, чем выше средний уровень по стране, тем ниже уровень правонарушений. Ну, и, конечно же, в нашем веке, когда происходит огромное количество различных событий, огромное количество информации, хочется себя показать, то возможность похвалиться перед друзьями, сказать, что у меня высокий IQ, это тоже очень важно, зачастую бывает где-то в социальных сетях разместить сообщение, что вот у меня уровень интеллекта как у Эйнштейна. То есть это, в принципе, тоже очень важно бывает для многих людей. Хорошо, переходим к следующему слайду. Кроме самого Эйнштейна. Да, я боюсь, что ему уже неактуально. Нет, никогда. Тройки, не тройки. Да, Эйнштейн, вот, кстати, подсказывает мне, Эйнштейн действительно не очень хорошо учился в учебных заведениях. Если я ничего не путаю, он до четырех лет не разговаривал. Поэтому достаточно спорная ситуация в плане того, что нужно показать перед друзьями. Ну, в целом, каждый выбирает сам, мы просто озвучиваем нашу версию. Итак, поговорим теперь о эмоциональном интеллекте. И здесь стоит начать с определений. То есть, если мы говорили про IQ, переводится как intelligence coefficient, то есть коэффициент интеллекта. Правильнее будет сказать тогда, что EQ – это коэффициент эмоций. Потому что Q – это коэффициент по-английски, E – это эмоции. Ну, коэффициент эмоций. Зачастую в сети, в интернет вы можете встретить расшифровку, что EQ – это эмоциональный интеллект. Это не совсем корректно. То есть, если расшифровывать, переводить эмоциональный интеллект на английский, тогда он должен писаться EI. Ну, то есть, Emotion Intelligence. Давайте мы с вами примем, что, рассматривая EQ, мы говорим как о коэффициенте эмоций, так и о самом эмоциональном интеллекте. То есть, вообще, что это такое? Эмоциональный интеллект – это способность человека взаимодействовать со своим эмоциональным состоянием. Давайте, с вашего позволения, я отлистаю немножко назад к схеме. И если вы посмотрите на нее, вы увидите, что мозг сам по себе, ну, это, естественно, цельная такая структура. И лучших каких-то достижений, лучших, наибольших успехов человек достигает, когда все три этих мозга работают. Ну, естественно, взаимосвязь, нейроны и так далее, и так далее, и так далее. И эмоциональный интеллект – это как раз-таки способность наша взаимодействовать с нашими эмоциями. Если мы говорим про сугубо интеллект, это неокортекс в чистом виде. Эмоциональный интеллект – способность взаимодействия неокортекса с эмоциональным мозгом. Потому что сами по себе эмоции в отрыве от нас, они не всегда интересны и не всегда контролируемы. Окей, возвращаясь к коэффициенту эмоций, к эмоциональному интеллекту, что же мы можем про него сказать и вообще зачем он нужен людям? Первое, для чего он нужен – это способность справляться с жизненными трудностями. Почему? Вспоминая предыдущие слайды, которые я вам показывал, зачастую у человека бывает огромное количество стрессовых ситуаций в жизни. Чем больше город, в принципе, тем больше стрессовых ситуаций. Потому что темп жизни в нашей Москве, он, к сожалению или к счастью, достаточно высок. Нужно везде успеть, нужно везде добежать. Вокруг нас сотни таких же людей. Все куда-то бегут, все что-то делают. Возникает большое количество стресса. На работе стресс, дома стресс. По пути на работу стресс, по пути домой стресс. Везде стресс. И если мы не умеем с этим стрессом справиться, то достаточно быстро мы сможем заболеть, к сожалению. Я не говорю о каких-то психологических заболеваниях, но зачастую это выражается в той же психосоматике. То есть у кого-то начинают болеть руки, ноги, сердце ломит и так далее, и так далее, и так далее. Если мы говорим про это, то есть чем лучше мы сможем справляться с жизненными трудностями, это говорит о высоком эмоциональном интеллекте. Самый простой пример, который я могу привести, он связан с нашим школьным опытом. Наверняка у вас всех были в классе люди, которые ничего не учили никогда, вообще никогда. Но каким-то образом мистическим эти люди после школы поступали в достаточно неплохие вузы, либо с кем-то договаривались, становились бизнесменами. Вот, допустим, у меня после школы три одноклассника, они поступили тоже в Бауманский. Я не знаю, каким образом, они были двоечниками, но как-то они подсуетились, что-то там где-то сделали. Каким образом, я не знаю, вместе с тем они получили образование достаточно неплохое, в вузе они тоже учились кое-как, но сейчас проживают за рубежом, в ГОА, прекрасно, тоже устроились. Соответственно, не всегда высокий коэффициент интеллекта говорит о том, что человек сможет справиться с трудностями жизненными. Зачастую это вот про приспособление к жизни, потому что жизнь-то меняется. Я не зря вам сказал, что Москва такой динамичный город и, в принципе, очень много в ней происходит изменений. То есть способность человека подстраиваться под эти изменения, справляться с стрессом, это тоже высокий коэффициент именно эмоций, эмоционального интеллекта и высокий уровень. Это все тоже сюда, то есть это способность взаимодействовать со своими эмоциями. То есть если я могу своими эмоциями рулить, вы про эмоциональный интеллект и интеллект? И стрессоустойчивый, да. Смотрите, это сейчас очень много, вот очень хороший поступил вопрос по поводу того, что существует такое понятие, как стрессоустойчивость и как именно эта стрессоустойчивость связана с эмоциональным интеллектом. В целом существует сейчас теория, что существует 12 типов различных мозгов, то есть интеллектов, простите. То есть эмоциональный интеллект, временной интеллект, логический интеллект, музыкальный интеллект. Простите, я все не упомню, их очень много. И в целом большинство из них просто... Я сейчас объясню вам, с чем это связано. Сам по себе интеллект изначально рассматривался как IQ. То есть он просто был IQ. Эмоциональным интеллектом особо никто не занимался, но просто эмоции и эмоции оказалось, что есть еще вот такое понятие, как эмоциональный интеллект. Поскольку на IQ в принципе все люди уже заработали, на IQ тоже заработали, нужно что-то новенькое вести. А давайте-ка мы вот из EQ выделим какие-то направления, которые можно будет тоже хорошо продавать. Да, углубить. Соответственно, вот выделился какой-то там еще временной интеллект, логический интеллект. Ну то есть в целом логический интеллект – это напрямую тот самый IQ, то есть способность логически что-то доказывать, продвигать. Наш мозг сам по себе логический. А как будет это? Так, коэффициент интеллекта. Ну то есть это оно же и есть. Вот неокортекс – это и есть тот же самый логический интеллект. Люди просто хотят что-то себе новенькое организовать и называют по-другому. То есть та же самая стрессоустойчивость, она включена в эмоциональный интеллект. То есть если у человека очень высокий уровень эмоционального интеллекта, то он прекрасно может справляться со стрессом. Это все как раз-таки включено сюда, и я именно поэтому написал, что высокий коэффициент эмоционального интеллекта, он как раз-таки дает способность людям справляться с жизненными трудностями. Следующее – это умение работать в команде. Умение работать в команде сейчас, простите, очень важно, потому что если мы говорим про 20 век, зачастую открытия делались одиночками. То есть тот же Калашников сам по себе взял и изобрел автомат, которым пользуется сейчас практически весь мир, и он так и идет без изменений, с какими-то доработками. То есть человек сам по себе самородок разработал. Сейчас проекты стали очень сложными, и в одиночку практически ничего нельзя разработать. Соответственно, очень часто возникает именно необходимость работать в команде. А работа в команде – это взаимодействие с людьми, потому что всем разные, необходимо с этим договориться, с этим договориться, как-то уступить где-то, где-то что-то сказать, договориться опять-таки с начальством. Понять, да. Да, был как раз-таки очень хороший комментарий по поводу того, что нужно сначала понять вообще, что нам говорят. То есть это все работа в команде, и как раз-таки эмоциональный интеллект позволяет нам настроиться на волну другого человека и взаимодействовать с ним. Потому что логически взаимодействовать – это, знаете, можно на бумажечке написать логическую инструкцию и просто ей передавать. Но это уже скорее близко к роботам, а не к людям. Это умение воздействовать на других людей. Многие воспринимают слово «воздействовать» как что-то такое, знаете, нехорошее. То есть мы воздействуем на других людей, мы что-то там влияем на них. Ну, в целом, воздействовать – это означает во многом даже вести за собой, то есть лидерские качества – это тоже воздействие, обмен. То есть если мы говорим, наверное, самый вот у меня известный в голове воздействующий такой человек – это наш президент Путин, то есть он воздействует в целом на нас. И у себя эмоционально тоже. Все лидеры, которые существуют у нас в мире, они воздействуют. То есть это абсолютно нормальное свойство, которое тоже может быть развито, и как раз-таки оно включено вот в этот эмоциональный интеллект. Да, отличный комментарий поступил, что родители с детьми, мы когда в детей растим, мы тоже на них воздействуем, потому что ребенок, он не всегда понимает, когда растет, что вообще нужно делать. Просто необходимо произвести на них воздействие. Да, передача опыта. Четвертое, тоже напрямую следует из третьего – это навык противостояния манипуляциям. Потому что воздействие бывает как положительное, так и отрицательное. Мы только что с вами озвучили именно положительное воздействие, то есть когда родители, допустим, воздействуют на своих детей, растят их, хотят все самое лучшее им отдать. А бывает так, что с нами хотят что-то такое нехорошее сделать, какие-то манипуляции, что-то нам впарить. Простите за такое слово. Ходят, допустим, по квартирам, что-то предлагают купить у нас там какой-то пылесос, набор сковородок и пытаются все это манипуляциями вам внедрить. Соответственно, для того, чтобы очень хорошо уметь воздействовать на такие ситуации, чтобы нам каким-то образом не сказали что-то плохое, и мы все это не приняли в свою жизнь, это и есть очень хороший навык противодействия манипуляции. Надо даже не впустить квартиру. Да, вот не впустить квартиру – это тоже очень хороший вариант. Это все тоже относится к эмоциональному интеллекту. Спасибо, да. И смотрите, психологическое здоровье, оно зачастую очень связано со способностью справляться с жизненными трудностями. То есть это возможность в нашем мире оставаться самим собой. Потому что количество информации, которая поступает в нашу жизнь, оно просто колоссально и растет с каждым, с каждым днем. Ну и вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы каким-то образом остаться здоровым и самим собой, необходимо иметь психологическое здоровье, и это тоже достигается за счет развития вот этого коэффициента эмоций, ну или как его по-другому называют, эмоционального интеллекта. Сразу хочу вам сказать, что, естественно, в линейке учебного центра специалист есть курсы, которые помогают развивать эмоциональный интеллект. Ну и самый первый, конечно же, называется, прямо и так называется, развитие эмоционального интеллекта. Хочу вас пригласить, на следующей неделе он начинается, буду всех очень ждать, будет длиться он два дня, это получается 23-е число, если я ничего не путаю, и через неделю 30-е, да, все верно, субботы-то будут, с 10 утра до 5 вечера будем развивать эмоциональный интеллект. Есть особые методики, которые позволяют это сделать прям напрямую. Естественно, тренинг следующий тоже очень хорошо влияет на эмоциональный интеллект, называется он «Как бороть волнение и избавиться от страха», потому что мы с вами обсудили, что сам по себе страх, он очень ресурсен, то есть он позволяет нам узнать наши границы, позволяет узнать то, чего мы боимся сделать, и то, чего не стоит делать, то, чего мы хотим сделать, все это страх. И зачастую он мешает нам, потому что бывают ситуации, когда мы хотим что-то сделать, но боимся. К сожалению, это так. Я не обещаю вам, что страх ваш уйдет, но вы научитесь его контролировать. Человек без страха – это уже не человек, а вот человек, который может контролировать свой страх, и несмотря на него делать то, что ему нужно, вот это уже человек достаточно развит. Следующий тренинг, который очень хорошо прокачивает эмоциональный интеллект, это ораторское искусство. Ораторское искусство здесь не в том формате, что вы будете выступать перед аудиториями огромными, на тысячу человек, на две тысячи человек. Ораторское искусство – это скорее умение донести до другого человека какую-то информацию. Потому что зачастую, я на своем опыте вам скажу, как технар, который закончил баманку, нас этому не учили. Вот мы просто вышли из университета, как люди, которые обладают сугубо техническим мышлением. Выступать и рассказывать что-то другим я не умел. Я умел общаться… А примеры преподавателей? Примеры преподавателей? Я боюсь, что, к сожалению, у меня таких примеров не было. Примеры преподавателей, которые в университете… Смотрите, в университете у меня, к сожалению, не было примеров, с которых можно было скопировать, чтобы как-то научиться. Они очень хорошо доносили свой предмет, но как-то выступать публично, уметь выступить на какую-то... Ярких, к сожалению, людей не было. Были люди, которые очень хорошо разбирались в своем предмете и могли его донести. Ответить на какую-то неожиданную тему, какой-то вопрос, как-то эмоционально вовлечь слушателя, таких, к сожалению, людей не было. Как раз-таки вот этот курс «Ораторское мастерство» нацелен не столько на то, чтобы сделать вас мега-оратором, а на то, чтобы вы научились доносить свои мысли, поняли, что такое тон голоса, зачем он нужен, зачем нужны те же эмоции в речи. Потому что если мы без эмоций рассказываем, получается какой-то странный текст, вы прекрасно понимаете, что такого человека практически невозможно слушать. В то время как эмоциональный текст, он достаточно интересен и запоминается. Следующий тренинг – развитие креативного мышления. Ну, креатив, тут в принципе особо нечего рассказывать. Креатив, он и есть креатив, он развивает мозг целиком. Следующие – эффективные и жесткие переговоры. Есть тренинг по эффективным переговорам, есть по жестким. Жесткие переговоры, можно сказать, что это такое наследие 90-х годов, когда нас заставляют что-то сделать, а мы не хотим эффективные переговоры. Это когда две стороны хотят вместе чего-то достичь и именно занимаются переговорами. К сожалению, сейчас существует и тот, и тот способ, но, к счастью, постепенно люди переходят от жестких переговоров к эффективным. Но все-таки как-то происходит какой-то процесс такого смягчения. Противодействие манипуляции мы с вами уже обсудили, то есть умение с манипуляциями разобраться. Самая, наверное, такая классическая манипуляция, на которую мы очень часто ведемся. В магазине, когда мы выбираем какую-то одежду, если с нами продавец говорит, если он грамотный, мы можем чуть-чуть сомневаться. И для того, чтобы нас как-то подвести к окончательному решению, человек спрашивает, вы чем будете оплачивать, наличными или карточкой? То есть то, что мы не будем оплачивать, либо не будем покупать, не подразумевается. Подразумевается, что мы будем оплачивать либо наличными, либо карточкой. И зачастую мы подвисаем, чем же я буду оплачивать? А, наличными, наверное, да. То есть мы даже не задумываемся о том, что мы, наверное, не будем оплачивать. Многие ловятся на это, но не все. Это самый классический пример. И зачастую существует огромное количество других манипуляций, которые прям вот скрыты, так их нужно смотреть. Наше общество полно ими. И как раз-таки на этом курсе очень хорошо учатся с ними разбираться и работать. Команда образования мы с вами тоже затрагивали. Почему это необходимо, тоже говорили. Умение работать в команде. И стресс-менеджмент – это умение вести себя под стрессом. Чем он отличается от курса «Как побороть волнение и избавиться от страха?» Отличается он тем, что стресс – более такое интенсивное состояние. То есть страх, он зачастую так вспыхнул, мы с ним справились, и все, потихонечку уходит. То есть стресс, он копится, 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 и потом как-то не очень хорошо выливается. То есть стресс-менеджмент – способность справляться со стрессом. Какими-то такими длительными ситуациями. Окей. Если сделать вывод, вернуться к нашему семинару, то если говорить про напрямую то, что озвучено в заголовке, что же важнее в работе – мыслить или чувствовать. Я думаю, что вы прекрасно понимаете по картинке, что важно и то, и то. В наш век, если мы говорим про 20 век, и в целом можно было прекрасно существовать как с очень хорошо развитым интеллектом, так и очень хорошо развитым эмоциональным интеллектом, то сейчас требования предоставляются достаточно сложные, более обширные. необходимо уметь и то, и то. И в целом для гармоничной, успешной жизни необходимо развивать как эмоциональный интеллект, так и обычный. В принципе, само по себе саморазвитие очень-очень-очень важно. И самый-самый хороший пример, который я могу привести из своей практики, сам с ним столкнулся. Для начала перед примером расскажу вам такую небольшую фразу. Звучит она следующим образом. Давайте я сначала вам объясню слова, которые здесь написаны. Возможно, вы с ними не сталкивались, если сталкивались, прекрасно. Hard skills, надпись. Hard skills — это навыки, которые мы изучаем в школе. То есть физика, математика, химия, биология. То есть то, что каким-то образом можно оценить, посчитать, выдать диплом. То есть я знаю физику на четверку. Меня оценили по задачам, все прекрасно есть. Soft skills — это тот самый эмоциональный интеллект. То есть soft, в переводе с английского, мягкий. Получается hard skills — это какие-то жесткие навыки, которые мы можем оценить. То есть закрепленные, изученные прям на 100%. Soft skills — мягкие навыки. И зачастую очень сложно их каким-то образом оценить. Вот представьте, что вы пришли, допустим, на курс по ораторскому мастерству. До него вы достаточно сносно могли донести свою речь. После него вышли, и у вас ощущение, что да, вы можете выступать, вы можете и практикуете, как, допустим, через некоторое время, попробовали, у вас получается, вы тренируетесь, у вас еще больше получается, прекрасно. Но как это оценить? Ну, то есть есть какая-то шкала оценок. То есть вот этот оратор, он выступил на четверку, а этот на пятерку. В принципе, если очень сильно постараться, то, конечно, оценить можно. Но это очень сложно, и каких-то прям вот шкал оценки нет. Поэтому soft skills – это навыки, которые необходимы, но их очень сложно оценить и как-то пощупать. Это тот самый эмоциональный интеллект. Мы все понимаем, про что мы говорим, когда их упоминаем. То есть это необходимость уметь коммуницировать друг с другом, уметь работать в команде. То есть все прекрасно понимают, что это такое. Но пощупать их как-то очень сложно. Самый прекрасный пример в этом контексте – я начну вот с этой фразы. Так в чем же разница между hard skills и soft skills? То есть в нашем случае это IQ и EQ. За IQ вас нанимают, а за отсутствие EQ вас увольняют. Самый прекрасный пример, который был в моей практике. Коллеги брали на работу программистов. Программист, как вы прекрасно понимаете, это человек, который достаточно неплохо занимается написанием какого-то кода программного. Программы пишет и так далее, и так далее, и так далее. И они сменили трех программистов за три месяца. Я спросил, а что вообще происходит? То есть вот вы берете человека на работу. Почему он уходит? Причем сам уходит. То есть его не увольняют, он сам уходит. Они говорят, ну, я не знаю, давайте посмотрим. Вот тесты, прекрасный человек справился с ними, с входными. То есть прекрасные программы пишет, все чудесно. Когда стали разбираться, оказалось, что, ну, во-первых, этому человеку необходимо было работать в команде. Как мы с вами и говорили, сейчас проекты достаточно большие. То есть нужно было с такими же программистами общаться, какие-то обсуждать тонкости, детали. А все эти люди, которых брали, они прекрасно писали программы, но общаться не умели. Они сидели за компьютерами, а что-то поговорить с другим человеком, уладить разногласия, к сожалению, они не умели. А во-вторых, что выяснилось, конкретно этим людям, которых нанимали, у них была такая обязанность, им нужно было с человеком, который заказывает программы, как-то поговорить, узнать, что конкретно нужно написать. А поскольку у них не было навыков взаимодействия, вот как раз, как вы сказали, уточнить что-то. Они не умели, в принципе, уточнять, и результат, человек испытывал огромный стресс, потому что писать программу он умеет, он прекрасно пишет. А оказывается, что нужно еще с кем-то поговорить, что-то уточнить, он это не умеет, и как результат просто уходит, увольняется. Вот, видите, и, соответственно, если раньше можно было быть программистом и сидеть ни с кем не общаться спокойненько, ну, то есть просто иметь навык программирования, то сейчас это уже, к сожалению, невозможно. Время такое, действительно, время меняется, все идет, все развивается, и сейчас, ну, просто необходимо развиваться в обоих направлениях, то есть и IQ, и EQ, это просто необходимые навыки. Ну, вот, время такое, либо мы его принимаем, либо не принимаем, лучше, конечно, принимать. Итак, смотрите, как я и обещал, даю вам практику по развитию эмоционального интеллекта. Здесь так написано, то есть я сочеркнул, что это не дневник школьный, это дневник эмоций. Что же это такое? Дневник эмоций – очень классная штука для того, чтобы отслеживать свои эмоциональные состояния. Наши эмоции, они возникают вследствие чего-то, то есть не просто мы сидели, и что-то у нас сверху такое озарение снизошло, и я радость какую-то почувствовал. То есть это всегда идет следом за нашими мыслями. Смотрите, самый простой пример, то есть этого дневника. На примере, естественно, проще всего рассказать. Вам нужно будет сделать табличку из пяти колонок. Первая колонка – это время, то есть когда что-то происходит. Самый простой пример для наших, как всех людей, многие перемещаются на метро в Москве. Записывайте время, записывайте ситуацию, то есть что произошло. Как пример, вот наступили на ногу в метро и ушли, даже не извинившись. То есть для тех, кто ездит в метро, я думаю, что это частая ситуация и знакомая. Просто наступили на ногу и ушли. Следующая колонка после ситуации – это мысли. То есть что я думаю по этому поводу. Варианты могут быть разные. Я привел вот такие. То есть, боже, люди прям вот топчутся по ногам и не извиняются. Ну вот как так можно? Вторая мысль, которая может возникнуть – и как же мне теперь вот с грязной обувью, она прям вот грязная, грязная. Я сейчас вот пойду, и все люди будут на меня смотреть, вот будут глазеть. Мысли могут быть разные, я написал ради примера. То есть у вас могут быть совершенно другие ситуации, другие мысли. И следом за мыслью идет уже эмоция. Что я по этому поводу чувствую? Это может быть злость, это может быть раздражение. Мне может быть стыдно от того, что у меня грязные ботинки. Очень известный фильм, я не буду его называть из советского времени, где очень важно было Гоше быть с чистыми ботинками, сапогами, насколько я помню. Итак, эмоции. И самая главная колонка по этому практикуму – это выводы. То есть если вы просто оставите вот это вот все без каких-то выводов, это будет просто, знаете, такое подведение итогов. То есть у меня есть такие мысли, такие эмоции, и все. Соответственно, вы должны сделать какие-то выводы из того, что вы испытываете. Первый вывод. Ну, у вас они могут быть другие по вашим ситуациям. Допустим, для этого примера я написал следующий вывод. Я злюсь, если люди нарушают мои границы. Ну, я еду в час в пик, естественно, все набились, как слетки в банке в этой метро, и все меня толкают. Ну, естественно, нарушают мои границы. И какой же вывод из этого я сделал? Ну, надо вставать чуть пораньше, чтобы в час в пик не попадать. Ну, тогда, естественно, будет меньше народа в вагоне, и мне будет проще стоять, чтобы никто мне на ногу не наступил. Второй вывод, допустим, по грязной обуви какой можно сделать? Ну, на всякий случай я буду с тобой губку носить. То есть, если мало ли что, мне испачкают, я просто в сторонку отойду, протру, чтобы все было красиво, и пойду дальше красивой. Не буду испытывать никакого стыда, ни злости, ни раздражения. То есть, вот простейший практикум, который вы можете проводить. Во-первых, он что вам даст? Он вам даст возможность анализировать ваши чувства, ваши эмоции. Опять-таки, свои мысли отслеживать, потому что многие люди, к сожалению, даже не понимают, что у них в голове происходит. То есть, такое тоже бывает. Спрашиваешь, а что ты по этому поводу думаешь? Ты как маленькие дети-то? Не знаю, не понимаю. Что-то происходит? Злюсь. Все, не понимаю. Соответственно, это очень хороший практикум. Возможно, сначала у вас не будет получаться заполнить какую-то колонку, ничего страшного. Тут, как обычно, дело в практике, как вы и сказали, это навык. То есть, навык заполнения, навык отслеживания. Тренируйтесь потихонечку, потихонечку, все разработайте, и будет прекрасно у вас получаться. Через некоторое время очень хорошо это помогает. То есть, в каких-то вещах можно возвращаться к этой табличке. Она прекрасно работает, ее рекомендуют практически все специалисты, психологи. Очень известная штука. Если что-то будет непонятно, вы всегда сможете найти. Это дневник эмоций. Называется он в интернете. Итак, подведу небольшие итоги по поводу... Отличается от дневника обычного, там, писателей писали... А, смотрите, очень хороший вопрос возник. Чем отличается дневник эмоций от обычного жизненного дневника? Он отличается структурой. То есть, если вы посмотрите, здесь все так четко структурировано. Да, то есть, если мы говорим про дневник писателей, они могли, конечно, говорить про ситуацию, про эмоции, про мысли, выводы какие-то делать. Но там это шло в формате повествования. Здесь это сделано как выжимка. Анализ. То есть, те же самые эмоции, их очень сложно иногда бывает загнать в несколько слов. То есть, что я чувствую по этому поводу? Мне надо куда ступили. Что я чувствую? Ну, потихонечку, потихонечку учитесь. То есть, это как такая структура. Это не говорит о том, что вы не разучитесь эмоции проявлять. Это скорее про именно взаимодействие со своими эмоциями. Если вам потом будет комфортно, вы можете эту структуру переводить в какой-то письменный вид, в какой-то проза, возможно, стихи кто-то будет переводить. Кому как удобно. Я вам предоставляю именно инструменты. Наверное, они один из самых простых, вот именно такой структурированный. Структурированный. Хорошо. Возвращаемся к следующему слайду. Те тренинги, которые я вам озвучивал по развитию эмоционального интеллекта, они будут проходить достаточно скоро. Вы можете на них прийти. Самый ближайший, как я уже говорил, это развитие эмоционального интеллекта. Буду вести его я, Капнин, Александрович, через практически неделю, чуть побольше, 23 числа. Затем в нашем центре будут проходить тренинги по эффективным переговорам. Тренинг, как побороть волнение и избавиться от страха. Ораторское искусство. Жесткие переговоры. Противодействие манипуляциям. Развитие креативного мышления. Его буду вести тоже я. Это уже после Нового года. И стресс-менеджмент. Тоже достаточно важная тема. В целом, на этом наш семинар заканчивается. Был вас всех рад видеть. И, конечно же, выбирайте центр-специалист для своего дальнейшего обучения. Очень рад был вас видеть, еще раз повторюсь. До новых встреч. Жду вас на нашем тренинге. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.